Да будет свет! Сегодня поговорим о фарах. В каких случаях их необходимо включать даже днём? И как правильно проводить регулировку? Лето – это длинный световой день и много-много солнца. Казалось бы, фары – это последнее, на что нужно обращать внимание именно летом. Но нет. Новые автомобили комплектуются дневными ходовыми огнями, которые загораются при запуске двигателя. Если таких огней на вашем авто не предусмотрено, придётся иногда даже днём включать ближний свет фар. В зимнее время года мы в основном включаем свет фар, потому что в основном всегда пасмурно или темно. Но необходимо включать свет фар также и летом. Особенно, когда едешь по трассе, светит яркое солнце. И заметить встречный автомобиль очень сложно. Особенно, когда автомобиль чёрного цвета. Он вдалеке сливается с асфальтом и его замечаешь только при приближении к нему. В общем, всё просто. Хотите, чтобы летом вас видели другие водители – включайте фары. Лобовые столкновения никому ведь не нужны, правда? Теперь поговорим про регулировку углов светофар. Также стоит не забывать о том, что периодически надо проводить проверку и регулировку светофар. Потому что, когда бывает, включаешь свет фар, либо ты ничего не видишь, либо многие проезжающие встречные автомобили тебе сигнализируют о том, что ты их слепишь. Это один из признаков того, что нам надо обратиться на станцию технического обслуживания для проверки углов светофар. Регулировать свет фар нужно обязательно раз в год. И лучше на СТО, а не в гараже у дяди Васи. Но кое-что можно сделать и самостоятельно. Вообще в автомобилях существует специальный корректор светофар. В некоторых он автоматически работает, а в других это нужно делать вручную. Скажем, вы загрузили ваш багажник, машина присела, соответственно, и свет фар поднялся вверх. Тогда специальным регулятором мы можем снова опустить его на дорогу. Итак, не забывайте включать ближний свет в солнечные дни и вовремя проводите регулировку углов светофар. Удачных и ярких вам летних поездок!